В новом учебном году школы Приморского края перейдут на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Документ предполагает профильное обучение в старших классах. Профилей 5. Естественно, научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Каждой школе предоставлена возможность самостоятельно выбрать направление. Школа сама определяет по такому профилю, она будет учить. Для критерия определения у них, по сути дела, две позиции важные. Первое – это материально-техническая база, потому что будет более чем странно, если мы заявим научный профиль, у нас нет кабинета физики, который должен быть в соответствии с этими требованиями. И второе – это кадровый состав. Школа может выбрать универсальный профиль, который позволит ей составить учебный план с набором базовых предметов, обязательных для изучения. Также предусмотрена возможность сформировать группы по несколько человек для углубления отдельных дисциплин. 60% формирует школа учебного плана, 40% – участники образовательного процесса. То есть, ну, за счет чего формируют, я еще раз говорю, это не значит, что я пришла и хочу изучать в вашей школе физику. Это значит, что школа должна дать избыточный выбор для того, чтобы ребенка этот выбор был. Не так, что вот вам четыре предмета, вы выбираете, вы должны четыре выбрать. То есть, если вы предполагаете, что ребенок выбирает четыре активных курса, то выбора должен быть, как минимум, скажем, 16, для того, чтобы все-таки возможность была. Появляется новый предмет – индивидуальный проект, результатом работы по которому станет оценка в аттестате. Индивидуальный проект в обязательном порядке будет сопровождать педагог, выполняющий роль научного руководителя. Предмет призван поддержать те интересы учащихся, с которыми они пришли в старшую школу. Это такой вариант, ну, наверное, курсовой работы, либо диплома. Причем, их может быть как несколько в течение двух лет, так он может быть один на два года. То есть, это тоже решает школа, исходя, так сказать, из своих возможностей. Задача программы – повысить качество образовательного процесса и сделать его более индивидуальным. Профильная ориентация снизит нагрузку на учащихся и позволит старшеклассникам сосредоточиться на поступлении в ВУЗ. Олег Завьялов, Владислав Шлыков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.